Не бойтесь, ребята, всё под контролем. Тебе конец! И я! Хватит, а то маме расскажем, что ты над животными издеваешься! Всем привет! У нас сегодня новая игра. To the Moon. И у меня к ней особые отношения. И думаю, Дашь тоже. Я, да. Но у Тимофея более особенные отношения, потому что он меня с ней знакомил когда-то. В общем, есть некоторые нюансы с разрешением. У неё старый движок у этой игры, поэтому придётся при монтаже что-то с этим делать. Начало. Не смотреть на то, что игра 2D. Многие, возможно, впервые это увидят. Но это приятная история, что ли. Легендарная. Ты готова? Нет. У меня тоже какое-то похожее ощущение. Музыкальное сопровождение здесь, конечно, уникальное. Он сам всё писал, я так понял. Да, получается, игру создавал один человек полностью. Да? Ой, кто-то там стукнулся, слышал. Мне звуки игры тиховаты, слышно. Так. Это ты? Это я. Ты. Нил, куда ты смотрел? Ну, прости, пожалуйста, что я героически обехал эту белку, выскорчившую ниоткуда. Всё, начинается новое чтение, Тимофей всё потерял. Я просто устал сегодня, очень много делгов. Ты её всё равно сбил. Упс. Сбил её и врезался в дерево. Слушай, не парься. Всё равно машина служебная. Ты шутишь? Босс нас убьёт. Тогда скажем, что я спас щеночка. Он ведь любит щенять, да? Он больше котов любит. Но почему мир должен быть таким сложным? Ладно, любого пушистика на его вкус. Кризис предотвращён. Отлично. Прям таки и напишешь в отчёте. Прямо так я напишу. Ну? Чё? А, это я, блин, господи. Думаю, чё не читаешь. Доставай оборудование из машины и пойдём уже. Так, ну мы идём доставать оборудование. Всё оборудование получено. Какое тяжёлое. Ладно, двинули. Ну, мы можем пойти так. Пойдём так. Хорошо, что играет Тимофей, потому что я не знаю. Я буду пила. Не знаю, куда что делать. На знаке написано, что дом в другой стороне. Ой. Как хорошо, что он тут есть. Так, ладно. У нас две стрелки будут. Она намекнула, куда идти. Эй, погоди. Не забудь закрыть машину. Просто хотела проверить, не забудешь ли ты. Вообще-то мы забыли оба. Угу. Как ты всё продумала? Так. Это как... Как вести себя с женщиной? Правило номер один. Ты всегда неправ. Правило номер два. Смотри пункт один. Ну да, и так со всеми остальными. Угу. Кто сюда валун положил? Может, это их охранная система? Ага, отлично. Блин, у нас нет времени возиться с этой хренью. Попробуем столкнуть его с дороги. Может, найдём толстую ветку, чтобы подомкратить его? Подожди. Это я говорю. А. Так, или... Мы можем просто свалить всё на то, что было темно. Чё надо? Ехать домой. А если такой выбрать вариант? Не. Ну, это сработает? Давай на счёт раз, два, три. Так, на счёт три. Раз, два, три. Оп, офига. Это как? Я... Я даже не... Что это было? Не валун, это точно. Да, нам нужно идти. Мы... Мы потом с этим разберёмся. Ладно. Допустим. Идём. Сейчас мы движемся, собственно, к нашим клиентам. К нашему. Что за клиенты и что это значит, мы узнаем чуть попозже. Когда придём. Ну, почему? Можно и рассказывать, как бы, потихоньку. Это ребята из конторы. Ну, мне кажется, так интереснее, когда ты в повествовании понимаешь, в чём прикол. Так, кто это? Это мальчик. А, да. Мам! Они здесь! Неправильную интонацию выбрал немножко. Ну, ладно, я чё-то это... Сейчас я приду в себя. Не переживайте. Да, нужно чуть-чуть привыкнуть. Угу. Неплохое место, чтобы скоротать остатки дней. Как думаешь? Могло быть и лучше. Ночные смены. Любишь ли их ты? Или ненавидишь? Ты знаешь ответ. Сова ты наша, ощипанная. Любят они друг друга. Ага. А работка-то опять на всю ночь, наверное, а? Знаю. А я сомневаюсь, что у них есть кофе. Замолкни. И океанские волны. Ничего они не споют, пока ты не заткнёшься. Я случайно нажал. Типа какие-то там волны споют тебе глупельную или что такое. Э, а чё это? Не забудь оборудование, кретин. Ой, ладно, всё. Мне явно за это не доплачивают. О, да. Тяжко ему. Акт первый. Я никогда никому не говорила, но я всегда думала, что это маяки. Допустим. Видимо, тут есть моменты, когда, типа, заставка идёт и нужно быстрее читать. Вы, должно быть, доктор Уотс и доктор Розалин. Слава богу, вы успели. Не волнуйтесь, наши заказчики редко успевают умереть вовремя. Вы дочь нашего клиента? О, нет, я просто присматриваю за домом. А это мои дети, Сара и Томми. График работы у меня, сами понимаете, свободный. Так что Джонни позволяет нам здесь жить. Я полагаю, этот Джонни как раз тот, кто нам нужен. Джонни. А, Джонни, это ты сказал? Послушайте, если наш клиент ребёнок... Просто он хочет, чтобы его так называли. Короче, он сказал, что если этот ребёнок, то мы не будем, короче, за это браться, потому что там есть некоторые нюансы с этим. Он просто хочет, чтобы его так называли, окей? Я могу тебе свою мышку прийти. Не-не, нормально, я, если что, пробелом буду. Сейчас он наверху, вместе со своим лечащим врачом. Идите за мной. Ну, идём. Ну же, возьми кейс и пойдём. В один прекрасный день, когда моя спина не выдержит, я пришлю тебе астрономический счёт вместе с моим адвокатом. А можно ещё и не сразу туда идти, а ещё погулять. Типа, ладно, давай уже поднимемся на второй этаж, пока я его не уронил. Зелёные стрелочки показывают, когда нужно идти туда. Типа, куда нужно идти. А красные, это возможный вариант. Отлично, они ушли. Тот, кто добежит первым, будет играть в мелодию. Мелодию. Так нечестно, ты меня толкнул. Неправда. Неважно, тебе всё равно достались две скучные ноты. Ладно. Вот это развлечение у детишек. Ничего себе, Алина. Очень даже полезное. Типа, кто будет играть на фортепиано. Угу. Ну, вообще, смотри, две ноты, а потом ведь там тоже что-то наиграет, получается. Угу. Может, имеется в виду, что, типа, он там на более высоких, а на низких. Не знаю. Весьма неплохо для детей их возраста. А, они услышали мелодию. Угу. Эй, сама говорила, что у нас времени в обрез. И у меня тут, к слову, чемодан весом с рояль. На котором они играют. Ладно, ладно, пошли. Ну, пойдём. Всё, конец. Так, тихо стало. Так. Стоп, 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 стоп. Мы должны поговорить, что ли, с ней. Хотите всё установить? Думаю, да. Да, ещё секундочку. Так, они устанавливают оборудование. А вы уверены, что бытовой розетки достаточно? Не волнуйтесь. Мы же профессионалы. Твою мать. Вот тебе профессионалы. Это стандартная процедура. Нет причин для беспокойства. Как он? А, неважно. Я бы сказал, ему осталось ещё день-другой. Более чем достаточно. Так вы можете исполнить любое его желание, да? По крайней мере, попробуем. Но у нас всегда получается. Потому что мы молодцы. Так, каково желание? Луна. 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 Он хочет полететь на Луну. Ставпёр знает толку о извращениях, да? Так вы сможете? Это зависит. Она хотела сказать, да. Почему бы вам не рассказать о нашем клиенте побольше? Ну, я вообще-то немного знаю. Джонни странный человек. За два года, что я здесь работаю, мы редко разговаривали. Большую часть жизни он был ремесленником, и его жена умерла два года назад. Вообще-то, я не знаю подробностей. Господи. Если бы я... Если бы я ему газету носил, и то больше бы знал. Цит, занимайся своим делом. Какой он говнюк. Угу. Ну, может быть, если вы осмотрите дом, то найдёте больше информации? Полагаю, Джонни не будет против, раз уж он вызвал вас. Я думаю, просто она не лезла в его жизнь, как бы не беспокоила. Ну да, исполнял свои обязанности ещё. Да, так и сделаем. Так, и кто из нас будет играть в детектива? Кто пойдёт осматривать? Могу я сходить? Сходи ты. Я пойду. Я как раз играл Шерлока Холмса в школьном спектакле. По-моему, ты играл в Атсона. Да какая разница? А есть разница в том, кто и пойдёт? Не знаю. Настраивай систему, я уже всё подключил. Многоточие. Мои дети покажут вам тут всё. Они, наверное, внизу у рояля. Ну, пойдём. Так, а вот здесь как дверь. Сходим сейчас сюда. А ты, получается, в АСД управляешь и мышкой? А, вот, могу. Или только мышкой? Включить свет. Ничего тут. Алло. Не-не, я и мышкой и так могу. Спасибо. А всё, там больше ничего нельзя было, кроме как свет включить? Пока нет. Пойдём к детям. Нам нужно... Подождите, вернитесь на секунду. Я дам вам кое-что. А вот вниз ещё там какое-то... Не надо. Вот, возьмите. Монитор пациента, то есть можно следить. Теперь вы можете отслеживать состояние Джонни. Надеюсь, тут нет кнопки самоуничтожения. А то у меня к ним слабость. Угу. Мне не хочется много бродить. О, опять играет музыка. Угу. Тап-тап-тап-тап. Так, эй, дети. Чего тебе? Покажите мне дом. Эй, ваша мама хочет, чтобы вы показали мне дом. Ладно, может и покажем. Может. Возможно, нам потребуется небольшое вознаграждение, только и всего. Как по-твоему, Томми? Ага. Ладно, я готов это обсудить. Каковы ваши требования, Мелизгай? Мы хотим триллион долларов. Или карамельную палочку, которую мама прячет от нас. Ага, или ее. Вот это запросы. Э-э-э, что? На самой верхней полке лежит огромная карамельная палочка, и мы не можем ее достать. Она на кухне. Мама спрятала ее до тех пор, пока мы не сделаем домашнюю работу. Принеси ее нам, и мы устроим тебе экскурсии по дому. Что скажешь? Охреневший. Угу. Ну... Хорошо. Могу надеваться. Вам повезло, что мне лень снова подниматься наверх. А то б я точно наебедничал вашей мамочке. Дверь на кухню сразу за лестницей. Вперед! Сразу за лестницей. Такие, блин, маленькие капитаны. Не то слово. Это похоже на какой-то жуткий квест. Веселенькое начало этой ночи. Угу. Отс. Отс она, он играл, он же Отс. Так, сразу за лестницей. Здесь, что ли? Да. А вот и конфета. Да нет, ты так не достанешь. А да? Он такой маленький. Ну, шкафчик высокий. Стол возьми. Так, лучше захватить им эту чертову конфету. Так я... Хочу. Лапа такая, когда наводишь на что-то. Ура! Все равно, что забрать конфету у замерзшего ребенка. Он просто вообще... Вот это сравнивает. Чернуха какая у него. Черный юр. Окей, детишки. Это стоило мне нечеловеческих усилий. Зато теперь у меня есть карамельная палочка. Она пролежала там лет 10. И на вкус как резина. Но вы можете использовать ее как трость. Откуда он знает, какая она на вкус? Попробовал, что ли? Кто знает? Так, так. С чего бы начать? Я знаю. Вы должны увидеть прикольную комнату в подвале. Мне эта прикольная комната совсем не нравится. Что еще за прикольная комната? Увидишь. Страшная она. Странная. Ладно, пусть страшная выйдет. Нужно только ключ найти сначала. Старик держит его в книге в кабинете. Книга в кабинете. Так, здесь что? Неизвестно, где кабинет находится. Это комната с книгами. Ключ от прикольной комнаты лежит в самой толстой книге на верхней полке. А вы типа не могли это все делать? Ну да. Так. Он так задуманно игрой, но не продуманно порой. Так, прочитать отрывок. Том искусства избегать порезов бумагой. Путь оригами. Путь оригами уже вытеснила оригами википедию, как стандартный репозиторий всех фактов и знаний о складывании бумаги. И хотя книга содержит много недосказанностей, а многие вещи излагаются в ней не канонически, или по крайней мере весьма вольно, но в двух важных пунктах она превосходит своего более прозаичного предшественника. Во-первых, она сделана из бумаги, и во-вторых, описывает многочисленные средства для ухода за неминуемыми порезами, которые возникнут при ее изучении. Понятно. Читать еще? Да. Для истинного мастера оригами абсолютно необходимо завершить любую фигуру ровно за 42 хода. В большинстве турниров по оригами подрезание бумаги ножницами приравнивается к жульничеству, а вот подрезать противника ударом слева считается вполне допустимым. Хрена себе. Что? Где ключик? Прочитали? Ну и что? Суберечный свет. История девушки, влюбившейся в зомби, который источал аромат ромашек, купаясь в мягком солнечном свете. Все поняли, на что отсылочка. Читаем отрывок. А, это же Эдвард Кальн. Господи. Только тут все переиначили, типа он зомби, а не вампир. Может быть, в следующий раз? Старик знал, где спрятать вещи. Да, в книге, которую никто не захочет читать. Ну, из здравомыслящих. Здесь нет ничего, кроме книг. При этом я читала Сумерки. Даже так? Да. Было дело. Нет ничего... А, ничего в них нет такого, чего бы я не знал. Пойдем отсюда. Да, ты уверен, что ты все книги посмотрел? Теперь мы можем открыть прикольную комнату в подвале. Так, подвал это вот этот слева, походу. Угу, включаем свет. Это подвал, мы тут в прятки играем. Включи свет, а то напоришь на что-нибудь. Примерно нас. Есть. Так, немножко посмотрим, это яйца висят. Жесть! Яйца хейтеров. У нас таких нет, кстати. Так что все нормально. Че открыл дверь. Ну что ж. Тут как в пещере. Так. Что за скример? Зальчики за ригами. Как будто это какой-то... Заригами? А я думала, они плюшевые. Угу. Это... Как будто ужасы какие-то. Сломанная музыкальная шкатулка. Какой жанр у игры? Не знаю. Это типа интерактивного кино, только в двады. Угу. Плюшевый от конос. Угу. От коноса. Какое мерзкое маленькое создание. А кому-то нравится. Кому-то взять. Возьмем. Возьми. Смысл его толкать, он все равно ничего не почувствует. Шкатулка. И что, страшная комната, и все. Так медленно выходит. Ну как? Ребят, знаете что-нибудь про этих кроликов? Ничего. Старик не хотел, чтобы туда кто-то заходил. Так что мы от него это скрывали. На самом деле есть и еще. На самом деле есть и еще. Где? Внутри заброшенного маяка. Он прям под обрывом. Хорошее. Хочешь посмотреть? У меня ключи есть. Откуда? Дайте отгадаю. Туда вам тоже нельзя. Напомните мне не держать закрытых шкафов рядом с вами. Ну так что? Ты хочешь посмотреть маяк? На улице ветер, будь здоров. Да. Ай, какого черта? Я доктор Уоттс, и никакой ветер меня не остановит. Погнали. Надерем там всем задницей. Так уже быстро развивается. Мы еще не все успели осмотреть. Так, значит, у них любители оригами в доме. Ну вот этот дед. Так, маяк. Маяк, он где-то с левой стороны вроде был. Попытаемся сейчас туда пройти. Вот тут дело, когда человек... Фига себе, ты помнишь. О, а я думала, далеко идти придется. Вот он. Ну, придется свернуть на юг, чтобы до него добраться. Ага. Свой парашют я не взял. Издеватель, а? Я теперь, наверное, пожалею, что я туда отправился. Возможно, это все-таки далеко. Нет, я думаю, это существенное что-то. Отправиться на юг. Нормально так пошел изучать дом. В итоге я поперлась в маяк. Ага. Мама там подумает, что куда... Он здесь! Ага. Мой новенький пляжный мяч. А я думал, что потерял его. А, вот этот? Булыжник? Охренеть. Он все равно страшный. Ох. Никогда его больше не потеряю. Я его спрячу. Не смотри. Эй, у нас время... Окей, готово. Так. Давайте теперь просто пойдем к маяку. Так, нет, нам вниз. Вниз, так вниз. Что-то они прям... Дымится. Что за чайник? Тачку разбил. Это доктор Розалин. Да. Вот козел. Эх, доктор Розалина, яй-яй. У тебя по башке дама, яй-яй. Так, что такое спит кто-то? О, белка! Ой. Драться с белкой? О, Господи, что происходит? Он биться будет сейчас. Не бойтесь, ребята, все под контролем. Охренеть, файтинг. Такие, ну ладно. Что? Атака. Удар. Торнадо. Длак торнадо. Громче. Тебе конец! Не я! Хватит, а то маме расскажем, что ты над животными издеваешься. Ага. Она на тебя копов натравит. А он думал, наоборот, детям понравится. Ой, да ладно. Я же не собирался на самом деле. Разве вам не нравятся ролевые игры? Да, действительно. Мне кажется, дети бы оценили. Стыд вам и позор. Назовем его Тедди. Это особенные дети. Ого. Окей. Супер воспитанные. Пошли уже. Вся ночь на смарку. Как бы воспитанные, но при этом хулиганистые все равно в свою меру. И хитрые. Ну, как дети. Жопкие. Хитрючие. Итак, мы пришли к маяку. Одинокий. Уже темнеет. Или уже темно прям. Да? Угу. Ключ. А. Стой. Че это там? Какая-то живность как будто была. Память о Ривер Уайлдс. Ривер Уайлдс, да? Жена Джона? Не знаем. Идем. Почти дошли до маяка. Мы уже рядом. Так, маяк. Довольно-таки чистенький внутри. Да, такой пустой. Ух. Вот они снова. Вот и он! Ух. Там один зайчик отдельно прям лежит, сидит. Похоже, он уже довольно давно не работает. Кролик из цветной бумаги. Эй. Когда мы заходили... Фу, блин. Эй. Когда мы заходили на той неделе, здесь его не было. Не перепутать главное с Томми из Дика. Ну да. Джонни, наверное, зашел сюда до того, как заболел. Двухцветный, да? Только меня это немного настораживает. Только меня? Ага, только тебе. Ага. Что за... Кто-то звонит. Понял. Мне следовало догадаться. Да-да, мы идем. Ла-бла-бла. Ладно, идем назад. Насчет этого. Забрал. Угу. Ну ладно. Я думаю, оно пригодится. О боже, что это за зеленая свинья лежит? Они иногда спили на него шлем. Какого лешего ты так долго? Возвлекал лупой муравьев. Под луной, что ли? Ладно, ладно. Ну вздремнул я минутку. Боже, как будто трудно быть... Как трудно быть гением в наше время. Ну, у тебя уже почти получается им прикидываться. Твой шлем на диване. Надевай. Начинаем. А, я подумала, там какая-то рожа свиньи, короче. Ну да, это шлем, они надели на него. Чтобы подключиться к его разуму, скажем так. Я просто не понимаю, что там есть, что. Какая-то зеленая месива. Поехали? Угу. Ну все, поехали. Отправляемся. Синхронизация. Угу. Мы подключаемся к его сознанию. Ну все, то же самое. Та же комната. Так, мы на самом конечном пути. Должно быть это ближайшее доступное воспоминание. Отключить речь для всех, кроме Джонни. Готово. Поехали. Так. В любой момент вы можете узнать ваше положение во времени. Да, указать мышь вверху экрана. Вот так. Вот она показывает, где мы сейчас. А мы сейчас прям в конце пути его. Угу. Сейчас нам нужно осмотреться. Так. Я, насколько помню, мы должны... Ключевые моменты какие-то найти у вас на них, типа. Не, не. Это пока еще только этот... Его надо найти. Ага. Он у нас... Ну, может, он у маяка. Сидел, кажется, где-то здесь. Угу. О, нифига себе воспоминания. Джонни. А, это Лили. Какой приятный сюрприз. Не часто у нас гости бывают. Я доктор Ева Розалин, а это... Доктор фон Монтархон. Доктор Лоренца фон Монтархон. Доктор Нил Уоттс. Вам знакомо агентство генерации жизни Зигмунд? А, так вы из агентства? Какое совпадение? Я как раз думал вам позвонить. Лили, принеси нам, пожалуйста, чаю. Он еще не понимает. Лили? На самом деле, вы уже нам позвонили. Стремно, да? Угу. Мы здесь для выполнения контракта из недалекого будущего. Осторожней там. Если вы свалитесь с обрыва, нам придется перезапускать в это воспоминание. Нил, следи за языком. Выказывай уважение. Да ну, это всего лишь программа. Сама знаешь. Я знаю, но это его ближайшее доступное воспоминание. И нам нужна его помощь. На худой конец просто сделаем перезагрузку. Какой он простой. Зачем тратить время на пустые перепирательства? Да. Я тоже об этом подумала. Вы... Вы здесь для того, чтобы отправить меня на луну, ведь так? Да, Джон. Значит, у меня все получилось. Да не очень. Как видно. Господи. Так вы можете? Вы можете отправить меня на луну? Мы не можем, но, возможно, вам самим удастся осуществить это. Почему вы хотите туда? Я не знаю. Не волнуйтесь. Нам вы можете сказать. Это необходимо, чтобы мы помогли вам осуществить ваши желания. Вам нужна слава, богатство. Должен же быть какой-то мотив. Мне жаль, но я правда не знаю. Я просто хочу. Мне уже ясно, что это будет тот еще геморрой. Тем не менее, Джонни, вот что мы сделаем. Нам нужно добраться до вашего детства, но оно слишком далеко, чтобы сделать это в один скачок через воспоминания. Поэтому нам придется пробираться через ваши воспоминания с помощью последовательных скачков в прошлое. На этом мы получили ваше разрешение в недалеком будущем. Когда мы проложим прямой путь в ваше детство, мы вернемся сюда. И вы должны будете помочь нам повлиять на вас в детстве так, чтобы вы стали астронавтом. Или сели на гигантскую катапульту. Важно то, что вам придется рассказать нам больше, чем просто я не знаю. Если вы можете отправить меня на Луну, я сделаю все, что в моих силах. Отлично. Теперь, чтобы совершить скачок в следующее воспоминание, нам нужен предмет, имеющий для вас важность. У вас есть какой-нибудь памятный сувенир, чтобы мы могли начать? Они через предметы как бы телепортируются. Это подойдет. Вот тот самый. Ну что ж, приступим. Подожди. Дети сказали, что они его неделю назад только увидели. А он, видимо, создан был давненько, так как мы сейчас попали в его... А, ну хотя нет, мы не в самое... Мы уже в одной из последних воспоминания. Точно, точно. Да, мы вперед. Получена заметка Луна. Угу. Нужно сначала подготовить мементо. Давай. Мементо. Это такая загадка. Угу. А, здесь все вроде несложно. Боже, что это? Так. 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 О, надо все перевернуть. Угу. Понятно. Теперь мементо может быть активировано для перехода. Нажимаем на него. Активировать. Подождите, а что насчет приватности? Мы постараемся ее не нарушать. Там, где это возможно. Но обычно с этим ничего нельзя поделать. Угу. И уперлись так. А он такой, нет, подождите, а что у меня? Как-то вызвал на свою голову. Угу. О, нифига себе. Даже так у них в доме было. Интересно, это до этого служанки с детьми. Думаю, да. Смотри, этот здесь лежит. Выключи видимость и взаимодействие. Нас заметят, проблем не оберешься. Так. Сейчас, сейчас. Довольно? Хм. Черт. Я забыл спросить его про всех этих кроликов. У меня от этого мурашки по коже. Нужно было для начала проверить его историю, но по психологическим заболеваниям. Психическим. Что за... Он... Как он меня услышал? Будь не может. Наверное, это просто часть его воспоминания. О, боже. Стремненько. Тогда он точно псих. Угу. Так, ладно. Прекращай болтать и займись поиском мемента для следующего скачка. Угу. Итак, мы переместились в одно из его воспоминаний, где ищем такой же очень важный для него... Кусочек. Да. Предмет. Который позволит нам перепрыгнуть глубже. Там был утконос, но я думаю, что он нас никуда особо не приведет. Так. Что это? Старый золотный рюкзак. Что за чудо столетней давности? Я думаю, выясним по ходу. Так, один этот... Ячейка есть. Так, здесь по ходу... О! Банка маринованных оливок. Даша в начальстве. О, это я люблю. Я их ненавижу. Я люблю. Что тут ненавидеть? Это маринованные оливки. Вот именно. Ну да, не всем они нравятся. Свежие, дикие цветы. Хорошо, везде, где есть какое-то важное воспоминание, там он стоит. Стой! Если нам придется объяснять наше присутствие в каждом его воспоминании, то я с ума сойду. Не скушай меня. То есть не надо с ним разговаривать. Нет, нет и точка. Так, а я хотел пройти. Я думаю, про... Ну там обрывок, видишь? Потому что там не важно. Подожди-ка, там была комната, она не работает, что ли? Да. Так, идем дальше. То есть только по целым фагментам мы можем идти. Часы идут, но беззвучно. О! Нам остался один. О! А вот и предмет нашелся. Зонтик. Так, вот еще одни часы. Ну, мы уже получили часы. На кухню... Ой, на левую мы не ходили. А может быть вот этот вот зайчик? Нет. Кролик из цветной бумаги. Ну что, оригинал-то наш. Сохранил два цвета, когда все твои собратья будто поплавали в отбеливателе. А это что? Думаешь, я испугался? Ладно, правда испугался. Ну все, получается, идем к зонтику. Нет. Он не сработал. А, значит, тут конос все-таки. А что он не работает? Блинский. Как так? На улицу нельзя? Нет. Не может быть. Скорее все-таки... А вот цветочки еще внизу тут. Аж наверху еще что-нибудь. Надо же. Я не думал, что на первом же задании такой затопок будет. Ну здесь явно больше ничего нет. Идем... Обратно наверх. Да, получается, наверх. Какой-то один предмет я упустил. А рюкзак мы потрогали? Да. Один из первых. А вон, что там за... Стул? А, книги может еще потрогать. Может быть. О, медицинские журналы. Нет? Низк... А, мы уже ходили вниз. Вот. Ганс, Христиан, Андерсон. Новое платье короля. Все. Мы собрали все предметы и движемся теперь. Главному. Так. Хадукин! Вот это ты вспомнил. Что это еще за крень? Какая? Такая. Теперь я буду их разбивать. Давай, подготовлю моменты. Чтобы перепрыгнуть. Так, да-да-да, я помню, что здесь можно так делать. Для этого... Не очень-то удобно получается. Ха! Тут можно все испортить? Да. Легко. Ух ты! Ты смог? Офигеть. Ну, я больше потратил времени, чем надо. Точнее, больше ходов. Я бы вообще не поняла, как сделать это вообще. В принципе. Итак. Все еще там. Ну, тоже, как бы, да. Интересно, сколько это времени назад? Ну вот, льет как из ведра. Что ж мы подальше не прыгнули? А мне нравится. Видимо, мы перескочили совсем небольшой отрезок времени. Нужно найти ключевое мементе. Или останемся здесь навсегда. Ну, наслаждайся видом. Память о реверах. Уайлз. А, вот недавно как будто бы похоронили. Кот конос. Если честно, я не думал, что это животное имеет право на существование. Мир недостаточно велик для вас двоих. Подстегивают друг друга такие. Идем. Вот и все, ревер. Как и ты. Я смогу присматривать за ней каждый день. Суги. Она больше не будет отдыхать. Узнаешь позже. Лилия. Я наверняка никогда не пойму, почему. Но я оставался верен твоему желанию. Я уверен, что Аня благодарна тебе тоже. Но когда меня не станет... Кто будет присматривать за нами? Когда ты не станешь, тебе будет уже пофиг. Ого, она зато реактивировала, чтобы она ее увидела. Угу. Кто вы? Меня зовут Ева. Я просто проходила мимо. В холоде она. Она была вашей женой? Да. Ее звали Ривер. Необычное имя. Река. Этого не должно было произойти. М? Она... Она... Она не должна была так поступать. Но она... Но вы не поймете. Даже я не понимаю. Проблема в том, что я уже вообще нихрена не помню. Поэтому я словно впервые все смотрю. Это хорошо. Угу. Потому что здесь прямо она так разбивается. Классно. Угу. Так что я смотрю заново. Получена заметка Аня. Пойдем наверх. Так. А Нил, походу, там уже все намутил. Угу. Нил Армстронг. Ты как раз вовремя. Я уж был подумал, что ты упал с утес. Что ты делала? Наслаждалась видом. Что же еще? Мы удачно попали? Удачно. Супер. Лучше не бывает. Похоже на сарказм. Да? Ничего особо тут не вижу. Это же маяк. Чего ты ожидала? Ладно. Встретимся на той стороне. Сама подбирай себе барьер. В общем, развлекайся. Чего? В смысле подбирай себе барьер? Типа он подобрал и кинул нас, да? Ну, он такой, да, типок. Козел. Говнистый немножко. Типа из-за того, что мы как будто бы ничего не делали? Он думал, что мы прохлаждались. А мы едва узнали. Но мы ему ничего не сказали. Идеал 3. Это тоже странно. Ай, блин. Идеал 3 было. А я... На косе. Уже что-то нажал. А заново нельзя? А, хотя нет. Все нормально. Все. 3. Это хорошо. А что, если будет больше, то все плохо? Ну, просто... Я не знаю. Не могу сказать сейчас. Не помню уже. Ого. Мы через черту перешли. Похоже, это ривер. Достаточно. После того, как мы заплатим за твою операцию, у нас останется достаточно денег на это. Так что, ты не волнуйся. Ложь у вас спасения. Ты ведь это так называешь, да? Нет. Я уверен, мы сможем. Прекрати. Не люблю, когда ты врешь. Я посчитала наши деньги. Я знаю, сколько их. Почему ты пытаешься убедить меня против моего желания? Нам нужны деньги в оплату медицинских счетов, ривер. Я понимаю, что... Как много, Аня, для тебя значит, но это... Это уже просто слишком. То есть, она... Она даже не... Знаешь, что делает меня счастливой, Джонни? Что? Знаешь? А я знаю. Просто я надеюсь, ты мне поможешь. Ривер. Когда принесут документы на мое лечение, я не буду их подписывать. Как ты распорядишься нашими деньгами, решай сам. Но если хочешь исполнить мою волю, я хочу, чтобы ты достроил на них этот дом. Тот? Тот дом. И тогда, каждый день, что ты проживешь там, я хочу, чтобы ты присматривал за ней. Навещай ее, говори с ней, утешай ее. Я не хочу, чтобы она опять осталась одна. А как же ты? Счастлива. Я буду счастлива. Джонни. Да. Посмотри. Скажи мне, что это. Это кролик. Такой же, как и все остальные, что ты делала. Что еще? Ну, сделан из бумаги. Что еще? Туловище желтое, а все остальное синее. Хорошо. Что еще? Что ей надо? Послушай. Я написал песню для тебя. Хорошо. Ну, ты хочешь ее услышать? Да. Тебе не нужно было приносить для этого рояль сюда? Ого. Мне было бы хорошо слышно и с открытой дверью. Ну, это не то. Угу. Она называется для ривер. Что ж так избито? Это просто временное название. Кто это Аня, о которой они говорят? Если она так важна, разве мы не должны были увидеть ее в его поздних воспоминаниях? Похоже, свое обещание он так и не сдержал. Если только... Эй, это та самая песня, которую дети играли, да? Наверное, он их научил. Знаешь, не люблю эти сантименты, я ухожу. Я уже собрал все звенья памяти для тебя подбросить или сама? Ну, остаться искать, видимо. Иди, я догоню. Не скучаешь по тем дням, когда конвертация аудио из памяти в МП-8 была легальной? И я у него с домой, кажется, больше двух тысяч песен за первый год работы. Однако... Ну, давайте искать. Значит, ривер. Больна. И не хотела лечиться из-за того, что... Она себя как-то странно ведет. И такое чувство, как будто он хотел сказать, что типа Анна это даже не живое что-то. Или что-то типа того. Или как будто она даже не человек. Да, возможно. Как будто она выбирает что-то неразумное. Типа не лечение свое, а вот заботу о том, что, по его мнению, не так важно. Кто-то, говорит, сильно любит эти маринованные оливки. Я. А у нее, у ривер, кстати, болезненно. Позднее мы это увидим, короче. Расскажется еще. Пока не буду сильно спойлерить. Да что ж такое? Я хочу вниз идти, а она наверх идет. Иди. И что такое сердцебиение нагнетающее? Как будто оно остановится вот-вот. Говорю тебе, ничего не выйдет. А если разобрать? А, это он когда этот пытался поднять наверх. Посмотри на нас, Джон. Мы уже не в том возрасте, чтобы рояль двигать. Знаешь что? Если это настолько важно для тебя, я найму грузчиков. Не в моих силах помочь тебе достроить дом. Но хотя бы это я могу сделать. Так. Да что ж ты будешь делать, мать? Что тебя так тянет туда? Ладно. Значит она хочет что-то здесь сделать. Идем. Цветочки. Цветочки это всегда какие-то воспоминания. Ну, видимо, не обязательно, что на 100%. Было бы интересно, если бы, допустим, Уотсон, или как он там, Уотс, собрал одни кусочки воспоминаний и отправился в одно место, а она в другое место. Блин. Как вот тут? Я еще не знаю, как это решать. Сложно. Сложно. Четыре. У меня вышло брак... А, нет, ну, на одно больше. Офигеть. Ну, что. Мы на этом с вами прощаемся. Да, уже. Увидимся в следующей серии. Всем пока. В следующем месте. Пока-пока. Пока.